Мне сегодня сон привиделся, будто бы на меня чудище движется, и между глаз знак. Какой такой знак? Я таких раньше никогда не видел. Вот такой знак. О, похоже на руну дьявола. Да-да, прям надвигается на меня, глаза горят. И голос грубый такой говорит. Куда ты на красный прешь, сука? Что бы это значило? Ты бы завязывал с груитом. Теперь самое сложное. Это график затирания. График у нас будет сложный. Не переживайте. Я все объясню. Каждый поймет. График у нас будет вот такой. Плюс 70 градусов. Вот так. 70 градусов. 50 минут. Груит – это травяное пиво до использования хмеля. Это глубокое средневековье. 700 лет, по-моему, его использовали, добавляли разные травы, приправы. Всего использовалось. У каждого пивовара был свой рецепт абсолютно. До 60 разных трав, корений, цветочков, ягодок использовалось. Каждый добавлял все, что мог. Мы же хотим попробовать, что это такое. Поэтому мы будем пробовать. Солод. Естественно, раньше никаких электрических или газовых не было сушилок. Поэтому сушили на дровах. В любом случае оно задымливалось с дымком. Где-то пережаренный, где-то поджаренный. Поэтому светлого солода не было. Поэтому я взял венский и его прокоптил. Даже если немножко подгорит, совершенно не страшно. Мы же помним, что это технология темного средневековья. Что там было? Как раз герцог нормандский завоевал Англию. Да. Совершенно не было никакого представления о ферментах, крахмалах, дрожжах и прочей лабуде, которую мы сейчас учитываем. Пиаш. Вообще, скажи такое древнему пивовару, который варил грюйт. Это колдовство, мессир. Нам хана. Вот. Мед. Мед был. Мед использовали. Но его было мало. Потому что пасек не было. Все вот эти вот рамки, вощины. Никто ничего не делал. Шли в лес, находили рой. Тырили у него мед. И все вот это вот дело добавляли. Как бы такое лакомство было. Но для этого дела, конечно, и лакомства не жалко. Поэтому будем добавлять мед. Немножко полкило. Я думаю, хватит. Дрожжи у нас старый немецкий штамм, проверенный временем. Поэтому, ну, где-то такой, наверное, использовали. Может, стоило, конечно, дикие какие-то там зафигачить. Ну, сделаем старым немецким штаммом. Ну, что, остались у нас самый главный ингредиент травы. Травы я заказал. Они у меня уже пришли. Поэтому пойдем разбирать, что у нас там есть. Полын, шалфей, вереск, розмарин, тысячелистник, багульник. Ну, эти ягодки вы все, наверное, знаете. Это можжевельник. Багульник. Самая главная наша трава. Вот такая она. Вот такой красивый вереск у нас. Пахнет травой. Тысячелистник. Пахнет тысячелистником. Розмарин. Ну, сухой розмарин пахнет сухой травой. Шалфей. Серебристая травка. Пахнет хорошо. Лекарственным сбором каким-то. Полынь. Полынь. Ой, запах вообще такой. Прямо вот степью, степью такой. Пахнет классно. Можжевельник пахнет можжевельником. Хорошо пахнет. Неизменная составляющая, скажем так, сердцевина Грюйта была неизменная. Это мирт болотный, тысячелистник, богульник и восковница еще. Или восковница. Восковница. Вот. Три, четыре, скажем так, основные травы, которые использовались в Грюйте. Конечно же, католическая церковь все это узурпировала и обложила налогом эти травы. То есть, только монахи могли собирать, сушить и уже в порошках продавать пивоварам по акцизной цене. Поэтому пивовары, естественно, со временем искали какие-то новые виды, ингредиенты, которые можно добавить в пиво, которые не ухудшат, а может даже улучшат этот напиток. Поэтому со временем нашли хмель и все дружной толпой перешли на хмель, начали его добавлять, варить, так как хмель не облагался налогом, акцизом. Поэтому все дружно начали варить хмелевое пиво. Ну так вот, по нашему Грюйту, самые базовые травы, Миркболотный, Восковница, Тысячелистник и Богульник. Все дело в том, что многие очень путают, что Миркболотный и Восковница это одинаковые растения. Нет, это совершенно разные растения, которые добавлялись и то и другое. Миркболотный это химедафна, семейства вересковые, а Восковница это семейства восковниковые. Но по-латыни она звучит как мирика, мирикоболотная. Миркболотный и мирикоболотная. То есть два разных растений с одинаковыми, почти одинаковыми названиями. И поэтому у многих пивоваров до сих пор стычки происходят. Какой-то переводчик неправильно перевел, и то есть Миркболотный это восковница? Нет, Восковница это не Миркболотный. Короче, эти растения находятся в Красной книге и они ядовитые. Миркболотный, например, использовали еще с древних времен. Еще в захоронениях викингов находили амфоры. Они там делали этот нордический грок с добавлением. То есть они тырили вино у южных племен, добавляли туда разные травы, бруснику, всякую там кору, березы и Миркболотный добавляли. А Миркболотный содержит очень страшный яд андрометотоксин, который сначала нервную систему возбуждает, потом ее угнетает. Я думаю, потому что использовали Миркболотный в напитках тоже, в Грюйте и в Нордическом Гроге, все вот эти охоты на ведьм. И всякие там у скандинавов вообще страшные сказки, если почитать, просто эти великаны, корабли с ногтей мертвецов, всякие карлики убивающие друг друга, жуть, конечно. Ну это все, я думаю, последствия вот этого Миркболотного. Так что мы бережем здоровье и бережем природу, мы не будем использовать Миркболотный, потому что, во-первых, мы его не найдем, это краснокнижное растение, во-вторых, оно ядовитое. Восковница тоже, оно не ядовитое, но оно краснокнижное, тоже тяжело найти, скажем так, что отодвинем это растение на задний план. То есть мы будем использовать богульник, болотный, тоже богульники, с богульником интересная история, в богульнике очень много ароматических соединений, и в некоторых из них тоже корефеллен, ланилен, то есть основные масла, которые находятся в хмелях. Поэтому близкое, скажем так, растение для пивоварения. Но немножко я почитал про этот богульник, да и вообще все растения на земле, то есть все зависит от ареала произрастания. То есть, ну я читал по богульникам, то есть в разных областях богульник, он совершенно отличается по химическому составу между собой. А если там европейский богульник и дальневосточный богульник, просто кардинально разные растения по составу микроэлементов, химических соединений, ароматических веществ, просто там вот вообще кардинально отличаются. Поэтому будем использовать, конечно же, европейский богульник, который использовали в Европе. Исходя из всего вышесказанного, я возьму для своего рецепта за основу полынь и богульник. Это основные травы, которые будут использоваться в пиве. И добавлю для ароматики те травы, которые произрастали в Европе. Травы я заказал на сайте, потому что я не особый специалист в этом деле. Может опять каннабиса какого-то насобираю, короче, вместо растений. Да, и по нашей супергениальной схеме, мои логические рассуждения были такие. Градусников не было, температуру замерить было нечем. Люди просто знали, что надо солод положить в горячую воду. Каждый, я думаю, как-то рукой вырабатывал себе определенную температуру, при которой солод, на его взгляд, оптимально осахаривался и давал сбраживаемое сусло. И вот что я еще подумал. Пивовары древние как-то пробовали на ощупь эту температуру воды. Ну что-то, бред какой-то, да? Скорее всего, делали по-простому. Засыпали солод в холодную воду и постепенно доводили до кипения. А потом, может, фильтровали через солому. Я думаю, это более простой, более правильный метод, который доступен любому пивовару. Просто сейчас засыпем тогда в холодную воду. Выставим на минимум. И в течение часа, чтобы оно до 90 градусов у нас дошло. Я думаю, это будет правильное решение. Исторически правильное решение. Правильно, блядь. Все, включили нагрев. Плавный нагрев. Засыпаем солод. И включаем циркуляцию. Я думаю, за час где-то она у нас должна пройти все паузы и остановиться на меш-ауте. Тогда отфильтруем и начнем варить. Так. Ну и пошли же откорректируем наш график на доске. Вот этот идеологически неправильный график мы стираем. И вот такой более красивый рисуем. Было у нас 15 градусов. 14. 14 градусов. Плюс 14. Вот так. А тут у нас будет плюс 78. И посмотрим, за сколько у нас. Ну, я рассчитываю в примерно 50 минут, час. Где-то оно должно. 60 минут. Ну, пиашь я все-таки замерю. Мне же интересно. Почти 5,7. Ну, такое. Больше для стаута пиашь. Все. На полный максимум поставил. 2500 мощность. Потому что уже 40 минут. И оно нагрелось только до 34. Поэтому можно смело ставить сразу полный максимум. И пускай она весь вот этот вот объем нагревает. Как раз будет нормально. Так что можно смело ставить максимум. Все. Прошло у нас. Прошло у нас 12,06. Получается 2 часа. Больше 2. 2 часа? Почти 2 часа. Да. Почти 2 часа у нас, короче, прошло. 30 литров у нас получилось. 90 минут будет кипеть. Думаю, выкипит. 25 литров как раз будет. Потом замерим, сколько у нас плотность получилось. Еще ж. Мы же еще мед закинем. Мед и травы. По травам. Еще одно логическое размышление. Во-первых, католическая церковь собирала эти травы, сушила. И в виде порошка уже отдавали, продавали пивоварам. То есть никто не разделял по слоям. Никто не добавлял на разные этапы кипячения. Это во-первых. То есть добавляли этот порошок уже на кипячение. Это первое. Во-вторых. Во-вторых, я когда завариваем травяной чай или травяные сборы, всегда начинает веником от долгой варки, от долгого выстаивания, начинает таким мокрым веником отдавать. Я для пива этого не хочу. Поэтому мы все вот это разнообразие не будем разбивать по 90 минут, 60, 30 минут. Мы закинем за 10 минут до конца основную массу. Единственное, шалфей, там много ароматических масел. Оно очень душистое, чтобы это все не выкопило. Уже при выключении, на отстаивании. Шалфей добавим. А всю остальную вот эту вот массу трав за 10 минут до конца кипячения мы добавим. Просто, чтобы получить аромат этих трав. И по минимуму получить вот этот вот прелый лист в запахе. Поэтому, ну, это мои размышления. Посмотрим, что получится. Если не получится, будем переделывать. То есть, будем посмотреть. Полчаса до конца варки закидываем наш мед. 10 минут до конца закидываем практически всю нашу траву. Вереск. Багульник, полынь и можжевельник. Тысячелистник и розмарин. Все, минута до конца. Практически на отстаивание. У меня халфей. Вот и как раз выключился. Ну что, друзья мои, первая ассоциация у меня с баней. Вот как в бане пахнет, так и оттуда пахнет. Так, 10%. Такая десяточка получилась слабенький. Ну, ничего, посмотрим. Потом можно будет добавить. И засыпаем наши дрожжики. Пенка, конечно, как в бронзбойте. Запашок, я вам скажу, довольно интересный. Ну что, такой банькой-банькой, веником парным пахнет. Ну, неплохо, неплохо. Решил я все-таки добавить немножко меда, уплотнить. А то 10% очень, как бы, слабенький получится. Из расчета 250 грамм, я посчитал, 250 грамм меда увеличат на 1% плотность. Здесь почти килограмм. То есть, на 4% мы поднимем. И получится у нас грюит, медовый грюит, 14%. Начальная плотность будет. Просто разбавлю кипятком и волью. Грюиту нашему 16 дней, замеряем плотность. Посмотрим, какой пиаш у него получился. Ну, запах, конечно, неоднозначный. Сейчас закарбонизируем. Ну и посмотрим, как оно в финале себя проявит. Субтитры сделал DimaTorzok Начнем! Игорька уже шторит. Дождались. Не терпится попробовать грюит. Капец. Сколько, я даже не знаю, только книжки, книжки. Слышал, слышал, но никогда не пробовал. Ну что, привет, друзья. Здравствуйте. Наконец-то добрались мы до грюита. Все хотелось попробовать. Только книжки читали. Да. Ну, насколько возможно, сварили. В книжках тоже вкусно. Ну, непонятно. Непонятно, что получится в итоге. Что? Понеслась. Понеслась. Да можешь смело наливать, пены нету. Я бы даже заметил. Не, ведь уже зря они отказались от трав в 16 веке. Ты думаешь? Ну, это очень интересный запах. Запах интересный. Я не могу сказать, что я прям такой уже поклонник хмеля. Не отталкивает. Нет. Вообще не отталкивающий запах. Но не обычный. Но я бы не сказал, что это пиво. Нет, да пивком тут и не пахнет. Как бы. И можно такое вот. Вот Бехеров купил. Ну, да, нюхал. Да. Брат. Как-то тебя неправильно учили. Вот тоже такие вот травянистые ликеры. Такие вот германские. В той тете и гермейстеры всякие. Вот тоже очень. Но здесь ярче. Но здесь вот первая нота идет копченость. Дымок. Дымок и травы. Дымок и травы. Но травы такие. Подбродившие. Подбродившие травы. Кто убирал газон. И. Да. Когда трава слеживается. Да. Целая куча. Кучка такая. Прелого сена, скажем. Или что-то такое. Ну, да, да. Вот это вот запах. Вот похоже очень. Если кто делал это. А если эту кучку подпалили сначала, а потом начали разгребать. Вот, да. Вот это вообще мерка. Вообще оно, да. Ну, что. Запах интересный. Ну, я пью, а ты смотришь на меня. Как начнет. От пламени. От горизонтали. А ты меня будешь держать. Ну, тут и как. Ээээ. Блин. Даже, ну, как. Ну, кислинка в конце есть. Кислинка, да. Кислинка явная присутствует. Какая-то солодовость такая. Чуть хлебность. Но все равно. Согласен. Дымок. Дымок и травы. Согласен. Не, ну то, что вы жуете много-много разной полевой травы. Это 100% есть. Ну, так все-таки пиво. Я не могу сказать, что здесь все-таки оно пивом все-таки как-то, да? Нет, пивом не пахнет. И пиво. И на вкус не пиво. Ну, легкое. Очень легкое получилось. Ну, да. Оно там изначально 10% начальной плотности оно получилось. Такое легкач-легкач. Просто я туда меда нафигачил. Так, правильно, с медом. Я считал, с медом. Да, да, да. Ну, туда добавляли ягоды, мед, некоторое вино. Тырели, понял. Обозы южных варваров. Вино забирали и приготовили там грюйт, и вот эти нордические гроги всякие. Но главный ингредиент, конечно, трава. Потому что трава давала вот эту... Незабываемый эффект. Незабываемый эффект, да. Который все-все знают. Ну, легкое, питьевое, необычное. Очень необычное. Жалко, что холодно. Очень необычное. В жару сейчас бы вообще пошло. Я думаю, да, в жару бы пилось просто на ура. Очень необычно. Просто мозг не может адаптироваться и подобрать знакомое... С чем сравнить, можно сказать. Да, знакомое какую-то аллегорию какую-то, вот не аллегорию, что-то я... Да, что-то в аллегории. Уже... Какой-то вот подходящий образ. Вот белый медведь вообще не похож. Вообще не скажу, что оно какое-то отталкивающее или неприятное. Да, просто хочется сказать именно все ощущения, как бы понятным языком, скажем так. Ну, сложно очень, очень сложно сказать честно, потому что вроде в основном, знаете, запах, а вкус другой. Или наоборот. Здесь же... Приятное, легкое тело. Правы, травы, травы, травы. Легкое тело с кислинкой такое прям... Слышал раньше для того, чтобы... Ну, еда же была там, микробы, всякие, инфекции. Талант. Да. Ага. Пиво пили с утра, в обед, на ужин. Ну, просто разбавляли его. Понял? Водой и пили. Вот уж... Обеззараживать как-то надо. Ну, ну. Ну, вот примерно, я думаю, такой вкус. Воды. Да, но такое, водянистое. Водянистое и... И... Трава... А карбон вообще такой должен быть? Прелая трава. Нет, я карбон делал маленький. Потому что карбонизация тогда делали в бочках. Бочка не выдерживает сильной карбонизации. Тем более, она дышит. С Китаем тогда не знакома была. Да, кегов китайских не было. И вот, ну, старался сделать максимум аутентично. Чтобы... Такой... Прямо как там. Да. Солод подкоптил, как бы, когда сушили, да, на дровах. Вот. Чисто на травах. Мед добавлял. Вот. Ну, и такую карбонизацию такую. Несильную сделал, чтобы... Ну, все равно приятненько. Все равно приятненько. Не режет, конечно, из окна. Раньше же только монахи имели право собирать и продавать эти травы. Да, я читал. Читал. Ты сам у них спрашивал вообще разрешение наварить. Говорю, нет. В смысле, нет. То есть ты хочешь сказать, что сейчас залетает инквизиция. И спрашивает про акцизу у нас. Например, вот так. Во. И говорит. Ах, мужчины, грибцы ссорили без акциза. В этих. Не, не, не. У меня... Все травы официально куплены. У нас все в порядке. Да. Блядь. А вообще ж тут травы использовались ядовитые. Вот этот мир болотный. Тут вот этот андромедотоксин. Главное действующее вещество, которое действовало на центральную нервную систему. Перевозбуждение начиналось. Люди глюки начинали видеть. Ведьм сжигали. И все такое, короче. Крыша ехала напрочь. Не бойтесь, братья. Отправленных трав накрывает с благословением Божьим. Ага. Ну, слава Богу тогда. Так полегче стало. Потом уже. Ну, тем более, я здесь мир не использовал. Хотя в богульнике тоже какие-то там вещества такие есть. Сейчас посмотрим. Когда будет результат. Да, да, да. Ну, короче, такой тюк. Тюк подпревший, подгоревший соломы. Вот такое вот ощущение от Грюльта. Ну, вкусно. Вкусно, вкусно. Я думаю, летом очень даже... Ну, мы выпили. Очень даже ничего. Для разнообразия. Понять, что оно есть. Такое ощущение от Грюльта. Такое ощущение от Грюльта. Да, летом бы просто замечательно. Ракета. Да, пошло. Может, стоило, знаешь, сделать, может, карамельный такой, совсем уже солод, подгоревший. То есть, я в Йенске брал. Такое, что пощепить, оно темненькое. Темненькое. Ну, не совсем. Как подкоптить на том же уровне. Но... Солод, там, мюнхенский взять, например. Я понял. Да, чтобы потемнее было. Чтобы меланолидина побольше было. Чтобы оно... Ну, оно и поплотнее немножко будет, да? Такое. Да, поплотнее, и чтобы сладковатое такое было. Может... Ну, я же не думаю, что одинаковое пиво делали. То есть, только светлое. Может, это темное, там, полутемное. Да, конечно. То, что разное. Нет, вообще, я считал же, что у них только было полутемное и темное. В основном. Светлое, это каток, ну, ленка. Не было. В основном, да. В основном, полутемное и темное. Да. И я вот эти немецкие видел там маркер. Они темные все сорта. Вообще темные. Ну, да. Они все списывают, что типа трава, но я не верю. Что они больше играют с солодом. Поэтому, я думаю, как-то так. Вкусненько, Виктор Александрович. Очень. Ну, что, вот такой эксперимент у нас получился. Да. Думаю, ну... Вкусненько. Такое, да. Я дождался. Легенько. Легенько. Непривычно. Непривычно. Да, выходит за рамки. Очень интересно. Очень интересно. Тем, кто надоел хмель, попробуйте траву. Ну, с хмелем прикольнее. Не, ну... Понятно. Понятно. Как... Трава все-таки непредсказуема. Как-то двусмысленно. Трава... Трава разная бывает. Тоже двусмысленно. Тоже. Как-то у нас понесло в ботанику. Да. Ну, ничего, так... Вполне настроение улучшается. Да. Может... Если сводки по Чугуеву завтра будут какие-то... Это не мы. Сегодня ночью сожгли ведьму. И два монаха таких. Амино. С бутылочками. Интерино. Вполне ничего. Для общего развития вполне можно попробовать. В принципе... В принципе... Имеет место... Быть. Быть, да. Для пробы... Прямо... Прямо чувствую себя... В этом самом... Войске Вильгельма Завоевателя. Когда они на отдыхе... Туши камеру. Или этот грюй. Понесло. Да. Ну, ничего так. Эх. Да. Сейчас, наверное, еще по бутылочке кляпнем. Ладно, друзья. Все. Приходите в наши магазины. Покупайте пиво. Получайте бутылочку в подарок. Пробуйте. Комментируйте. Да, интересно. Да. Ваше мнение. Ну, а потом обсудим. Может, что-то так изменим в рецепте. Еще раз сварим. Посмотрим. Комментируйте. Попомним. Попомним. Помимо.